Солёное! Острое! Холодное! Горячее! Сладкое! Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдёт проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист! Очередная пятница! Всем огромный привет! Это это кулинарное шоу Гурманист здесь, на лучшем радио. Моя фамилия Спаский, тут ничего не меняется, но и, в общем, имя нашего провожатого в этом кулинарном путешествии тоже неизменно, и это прекрасно. Марк Тов, привет тебе! Привет-привет, хорошей пятницы и вкусных выходных. Вот это, ты знаешь, вот ты всё время желаешь вкусных выходных и хорошей пятницы, а тебе ведь прямо веришь, потому что у нас есть уже вот эта вот история, когда ты приходишь, что-то интересное рассказываешь, и про страны, и про еду, слюньки текут, и потом все выходные готовишь по... Ну, я, по крайней мере. Значит, я делаю правильно свою работу? Да, да, именно так. Расскажи, пожалуйста, Марк, куда мы сегодня отправляемся с тобой? Вот буквально на днях вернулся из Швеции. Ух ты! Да, было вкусно, интересно, познавательно, по-северному. Ну, и вообще, сказка. Они страна, и вообще, как Астокгольм, город... Контрастный, как говорится. Ага, прям праздник. Скажи, пожалуйста, за своё путешествие в Швецию сколько раз ты ездил в Икею за их фрикадельками? По-шведски плохо говорю, но скажу ни разу. Ни разу! Да, но зато я ел совершенно замечательные рыбы, замечательные... И ещё много-много-много всего, и мяса, и сладкого. И, короче говоря, это был такой кулинарный, кулинарный экспириенс, хотя, казалось бы, ну, Швеция как бы не самая популярная кулинарная столица, но, с другой стороны, там есть очень много и ресторанов высокой кухни, и дворовой еды, уличной еды, которая всегда была вкусной, интересной, чистой, и с улыбкой. Вот это круть! А сколько раз ты вообще был в Швеции за свою... Не помнишь? Два или три раза. По разным причинам, как бы, так сказать, и в разное время. Первый раз лет 15 назад приблизительно, как бы, так сказать, да, и сейчас, и был где-то там в 2015 году. А приезжаешь, ты знаешь, это, может быть, неправильно говорить, как бы, но когда приезжаешь из Израиля в Швецию, ощущение, как будто на тебя тут же повесили бабочку. Это что значит? Бабочку я имею в виду под белую рубашку. А, галстук бабочку, да? Галстук бабочку, да. Мы в данном случае неперочидный нож имеем в виду, это уже хорошо. Ну и, да, и другие, как бы, атрибуты. Ты тут же начинаешь, ты тут же начинаешь ходить прямо, с хорошей осанкой, весь, и, в общем, как бы, впитываешь в себя вот эту вот северную степенность. Вау! А почему такое происходит? Не знаю, у меня, как бы сказать, может быть, архитектура навеяла, может быть, люди, которые, как бы сказать, меня окружали, были подобными. Но это всегда, как бы сказать, какой-то такой экспириенс, очень приятный. Особенно, когда приезжаешь из нашего, ну, вульгарного Ближнего Востока, если так можно назвать. Ну, с точки зрения северного человека, конечно, Ближний Восток очень вульгарный, потому что столько эмоций, ну, это что-то, это какой-то кич, вы знаете. Да, 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 поэтому, как бы сказать, ты ходишь в хорошие рестораны, где тебя, так сказать, вежливо обслуживают, где нету понебратства, которое, как бы сказать, оно, в общем, часть нашего Ближнего Востока. Кому-то это претит, кому-то, наоборот, как бы кажется, что это, ну, в общем, без этого никак. Но ты меняешься. Хотя бы там на какие-нибудь там недели, полторы-две, которые ты находишься там, как бы. Вот, поэтому я каждый раз, когда приезжаю туда, как бы, получается, мне очень все нравится. А скажи, пожалуйста, ты был, ну, Швеция, это Стокгольм, естественно. Это Стокгольм, да. А где-то еще ты был в Швеции? Знаешь, на самом деле, я только был в Стокгольме. У меня, то есть, это была, ну, бизнес-поездка, как бы сказать, и поэтому мне особо не приходилось путешествовать. Но, как бы сказать, Стокгольм, он, 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 он небольшой, но очень красивый. Это правда. Это очень точно. Это, знаешь, вот, ну, я как петербуржец говорю. Да, ты же там, как бы, скажу. Во-первых, Стокгольм у нас был недалеко, а во-вторых, петербуржцы, когда приезжают в Стокгольм, говорят, ну, это Петербург, у которого получилось. О, я совершенно полностью согласен. Так как в Петербурге я тоже был не раз, как бы, поэтому я могу сказать, что именно это очень четкое определение, очень правильное определение этого города. Было вкусно, было вкусно, ты понимаешь, это подчеркивание ингредиентов в каждой порции, в чем не, они не портят, а добавляют, что называется. Знаешь, когда есть несколько таких теорий кулинарных, которые говорят о том, что нужно полностью, то есть ты не должен чувствовать вкуса ингредиента, а должен чувствовать весь букет, как бы сказать, блюда. А шведская кулинария говорит о том, ничего подобного. У вас есть ингредиент, который вы должны полностью ощутить, как бы, и на его основе вы будете оценивать то или иное, как бы сказать, качество того или иного блюда или, так сказать, ресторана. И в этом, в этом, пожалуй, как бы сказать, основное отличие, скажем, от, скажем, японской, или даже не японской, а китайской кулинарии. Когда ты ешь какое-то китайское блюдо, ты совершенно не понимаешь, что ты ешь. Ты ешь какие-то там острое, горькое, сладкое, как бы, но по факту ты не понимаешь, что там у тебя находится. Да, что там у тебя уши или какие-то там потрошка, непонятно совершенно. или там, Какого вообще происхождения то, что ты ешь? Курица или кошка. Или рыба, по большому счету. Это может быть вкусно, но в отличие от северной кулинарии, которая представлена очень ярко и правильно, где каждый ингредиент, во-первых, их не так много. И я понимаю, почему. Потому что если все-таки в Китае достаточно южная страна, я говорю про южную часть Китая. То, в общем, в Швеции каждый корешок на счету. Да, это верно, абсолютно. И из-за этого подход к кулинару совершенно другой. Скажем, если те, я там пробовал, тебе принесли морковку, грубо говоря. Одну? Они издеваются над тобой, что ли, Марк? Ну, из 12 порций, я сказал, что это может быть интересно. Окей, хорошо. И ты понимаешь, что окей. Ну, как бы, так сказать, с ней сделали очень много всего, с этой морковкой. Ее парили, жарили, как бы, так сказать, там впрыскивали вкусы. Но при этом, как бы, она одна. И в каждый, как бы, в каждый укус, в каждый бис, как бы, ты понимаешь, что, вау, над этой морковкой работало, там, 15 человек поваров. И вот и концепция, как бы, так сказать, построения подобных, подобных ужинов, там, скажем, 15 порций, как бы, которые основаны на одном градиенте. Ух ты! Там на одном, да, на одном градиенте в каждой порции, скажем так. Восемь блюд из одной курции курицы. Ну, типа того, как бы, так сказать, да. Но все это, как бы, значительно на очень высоком уровне. Получается, что у них минимализм не только в мебельном дизайне, да, как мы уже говорили про реки, но и в кулинарии тоже, да? Абсолютный минимализм. Большие тарелки, малой еды. Расстраивает, нет? Ну, ты ничего, я просто понимаю, сколько труда вложено в каждую вот эту вот малую еду, как ты выражаешься, в малой еде. Малая еда, да, красиво. Это как малая земля приблизительно. Да, 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 да. Малая еда. Да, ну, сколько труда вложено, как бы, так сказать, в это совсем немножко, то, что у тебя на большой тарелке. И, на самом деле, когда ты ешь вот эти вот пятнадцать там, пятнадцать блюд, порции, как бы, так сказать, ты совершенно выходишь, как бы, так сказать, наевшимся, и даже с моими, как бы, так сказать, габаритами это вполне достаточно. Вот это они молодцы. Вот это века-века традиции кулинарные. Это замечательно. Ну, слушай, слюноотделение у меня уже, по крайней мере, пошло. Я думаю, у слушателей лучшего радио тоже вполне себе уже пошло. Расскажи, что мы будем готовить в нашем шведском путешествии сегодня? И мы будем сегодня готовить запеканку из лосося. Вау! Да. Я думал, фрикадельки. Ну, все-таки, как бы, так сказать, ну, у меня есть и они тоже. Я вообще нисколько не сомневаюсь в том, что ты можешь и фрикадельки приготовить, и запеканку с лососями. Но, слушай, другой стороны. Как на шведском называется, кокбуляр. Кокбуляр? Это что такое? Котбуляр. Это котлетки. А, кокбуляр. Вот, вот, да-да-да. Понятно. А я-то просто, я услышал и подумал, что как будто бы название стола какого-то очередного. Ну, все икея, да? Все икея. Вот она как засела. Вот они, стереотипы в действии, конечно же. Значит, мы сегодня готовим с тобой запеканку из лосося. Из лосося. Совершенно замечательную, простую, как бы, и очень вкусную. Можно подать ее как и на завтрак, и на обед, и на ужин. Главное, чтобы это было в холодильнике, и для перекуса тоже подойдет. Отлично, замечательно. Ну, тогда в кулинарное путешествие с подробностями относительно запеканки из лосося мы вернемся совсем скоро. Я просто напомню, ну, мало ли кто-то забыл, что мы с вами в кулинарном путешествии гурманист вместе с шеф-поваром Марком Товом. Чтобы узнать о путешествиях Марка, можно, конечно же, подписаться на его инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтринг. Ну, либо зайти на сайт шефа marktov.com, и там есть все возможные способы связи с шефом. Ну, и понятное дело, если вдруг вы прямо сейчас только-только включили лучшее радио, то не переживайте переслушать все начало, да и предыдущие. Все программы Гурманист можно на сайте radio1064.co.il Там во вкладке подкаста есть программа Гурманист. И на всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты, можно найти нашу программу Гурманист в том числе. Ну, а в кулинарное путешествие возвращаемся совсем скоро. Соленое! Острое! Соленое! Соленое! Горячее! Сладкое! Гурманист Шеф Марк Тов Возвращаемся в кулинарное путешествие. Программа Гурманист, как и каждую пятницу. До музыкальной паузы мы заговорили о том, чтобы приготовить нечто шведское. И выбор Марка, шефа Марка Това, пал на запеканку с лососем. И прямо сейчас шеф Марк Тов расскажет все секретики, как сделать это, казалось бы, простое блюдо, запеканка с лососем, но таким интересным, вкусным, чтобы, во-первых, у каждого из нас получилось. Марк, это очень важно. Да-да-да. А во-вторых, чтобы получилось вкусно, потому что получится-то может всякое, но нам еще есть потом. На самом деле, простейший рецепт. Знаешь, я всегда говорю, что там есть сливки и крем-чиз, это не может не получиться. Поэтому в данном случае, как бы сказать, я приготовил рецепт. Это как кашу маслом не испортишь, получается, да? Обязательно, приблизительно так. Итак, нам нужен белый хлеб. Так. 4-5 слайсов. Нам нужно где-то 250 грамм крем-сыра. Нам нужно где-то 100 грамм... Крем-сыр, это как Филадельфия, да, такие сыры? Да, типа Филадельфии. Нам нужно где-то в районе 100 грамм ветчины. При всем при том. Нам нужно где-то 100 грамм креветок. Да, нам нужно, так сказать, 250 грамм копченого лосося. Ну, получается, не кошерное блюдо, да? Если у нас и креветки, и ветчина. Ну, мы не будем об этом, да. Не, ну, совершенно не кошерное, но очень вкусное. Очень вкусное, так, понятно. 200 миллилитров мы возьмем домашний майонез и 100 грамм муки. На самом деле, следующий этап. Мы все перемешиваем в мэджи-микс. А, и все? Подожди. Ну, а затем, как бы сказать, запекаем на 250, выкладываем в форму, закопекаем на 180 градусов в духовке в течение 25 минут. И у нас все готово. Вау! Вау! То есть мы и мясо, и вот и овощи, мы все перемайлываем в блендере. А какая консистенция должна получиться? Слушай, получится очень воздушная, воздушная и... очень вкусная и воздушная запеканка. Ну, это как пюре будет? Да, 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 да. Вот в блендере, я имею в виду, то, что получается. Да, можно сделать грубо. Я даже больше люблю, чтобы это не было, так сказать, совсем уж такой вот... Пастой какой-то такой. Пастой, да. А так сделать его пульсами, как бы сказать, сделать в блендере. Чанки, кусочками получается. Да, и получается совершенно замечательно. Очень простой. Соль, перец, естественно, как бы сказать, это по вкусу. Даже не стоит упоминать об этом. И получается вау! Потому что очень много, очень много вкусов. И при этом, как бы сказать, все они хорошо очень сочетаются. Слушай, невероятно. Ветчина очень хорошо сочетается, скажем, с лососем. Как бы сказать, и с креветками тоже. Вот идеально блюдо за 10 минут работы. Довольно быстро, да. Ну как, 10 минут работы, 20 минут в духовке, как бы сказать, на завтрак, обед и ужин, как бы сказать. А в духовке сколько градусов? 180 градусов, 20-25 минут. Слушай, а как понять, что готово? Мы как шарлотку вилочкой протыкаем, чтобы не оставалось на этом? Ну можно так. Можно то зубочистками. Помнишь, мы делали это? И все, что там есть, как бы сказать, за 25 минут, как бы и у нас единственное, что есть не готового в этом составляющем, это креветки, которые как бы доходят, как бы сказать. Креветки доходят медленно, и чем медленнее они доходят, тем лучше для их консистенции. Вот они не становятся резиновыми. То есть мы когда испекли, нам еще надо отставить, чтобы она отдохнула, да? 10 минут буквально, как бы сказать, и на этом все. Слушай, довольно круто. А ты еще знаешь, что сказал в рецепте? Сказал, что домашний майонез есть. Ну майонез, как бы сказать, да. Если есть домашний майонез, замечательно. Если нету, как бы сказать, если нету такого, ну как бы сказать, домашнего майонеза, можно и обыкновенный. Просто обычный покупной. Но мы его туда же, в блендер, да? Да, да. Все сгружаем, все вместе вообще. Я даю здесь рецепты, такие, которые можно было сделать в течение 10 минут, ну приготовительная часть его, как бы сказать, как можно меньше посуды использовать и получить максимум удовольствия. Да, это супер, супер удобно. А давай, знаешь, еще расскажем, что как сделать домашний майонез, если у нас есть, допустим, больше, чем 10 минут, ну 15, и мы можем еще потратить на домашний майонез. На самом деле, невероятно просто. Берем два яйца, не разделяем ни желтки, ни белки, просто два яйца в блендер. Берем сквизер или такую баночку, как бы сказать, не баночку, а... Сквизер — это соковыжималка? Нет-нет-нет. Или что это? Это... Ну, окей, я продолжу, а ты уже меня... А я уже придумаю слово какое-нибудь для этого. 250 миллилитров нейтрального масла, соль... Нейтрального по вкусу, растительного, да? Да, растительного, да. Соль, перец, чайная ложка горчицы, чайная ложка лимонного сока и зубчик чеснока. А, сквизер — это для чеснока, да? Нет, это для масла. Нет, это для масла. Это такая баночка, которую можно медленно давить на масло и... Опа! Вот это я должен загуглить. Возможно, сразу же после сегодняшнего эфира еще и приобрету себе. У меня такого никогда не было. Вот. Это то, что в ресторанах, знаешь, вот такие повара, которые, как бы сказать, в высоком кулинарии, они делают зеленое масло как бы по тарелке, так вот красиво. Ага, да-да-да-да-да. Вот такая вот штука, да, Сквизер? Вот. Ну, на самом деле, можно и просто в... в какую-нибудь плошку, где есть носик, как бы сказать, да. Теперь, значит, мы взбиваем в блендере яйца. Так. Чеснок, горчица, лимонный сок и очень медленно, маленькой струйкой, тоненькой, так сказать, добавляем растительное масло. Ясно, понятно. Все через какое-то, через несколько минут, через, на самом деле, даже, так сказать, две-три минуты у вас, если вы медленно, действительно, как бы сказать, вводите масло, то получается некое, такая вот масло майонезное, похоже на майонезное масло. Очень простой рецепт, и он, самое главное, просто делается. Что, да, нельзя, как бы сказать, сразу вбухивать туда то количество масла, которое у вас есть, иначе у вас все это распадется. А если понемножку капать в яйцо, как бы сказать, масло, то у вас получится очень хороший майонез. А уж добавок бесконечное количество, понятно. Ну да, кто во что гораст. А скажи, пожалуйста, сколько такой майонез может стоять дома в баночке? Три-четыре дня, совершенно никаких проблем нет с этим. То есть это делается на будущее, делается на ну три-четыре дня, тем более, что если у вас есть майонез, он тут же уходит, потому что домашний, тем более. О, ну конечно, естественно, потому что с майонезом все гораздо лучше становится, это я еще с детства помню. Давай назовем это айоли. Айоли это, как бы сказать, профессиональное название для домашнего майонеза. Айоли. Да. Красиво. Это что-то по-итальянски, да? А это, ну, как бы сказать, это оливковое масло и яйцо. А, понятно. И все, нормально. Так, ну хорошо, у нас, получается, есть рецепт и домашнего майонеза, и запеканки с лососем. Давай для всех тех, кто прямо сейчас с своими семейными кулинарными книжками сидит и записывает, повторим рецепты, ингредиенты, и что мы с этим совсем делаем. У нас есть хлеб 3 слайса. У нас есть... Белый хлеб мы берем. Хлеб и блед. Да, белый хлеб 3 слайса. У нас есть 250 грамм крем-чиза, то есть он же Филадельфия. У нас есть 100 грамм ветчины, у нас есть 100 грамм креветок. Так. У нас есть 250 грамм копченого лосося, у нас есть 200 грамм домашнего майонеза, соль, перец по вкусу. Все взбиваем, взбиваем в блендере, но не очень гладко, чтобы получилось такое чанки-джанки, что называется, да. Выкладываем в противень, массу, которая получилась 180 градусов 25 минут, и получается... И все готово. И все готово. Слушай, а знаешь еще, что вот у меня возник тут вопрос такой, вот мы выкладываем в массу для запекания, да, то, что у нас получилось в блендере, внутри этой формы для запекания. Мы ее смазываем маслом или кладем пергамент, чтобы не погорело? Можно, чтобы не приставало, это можно сделать пергамент и масло, тогда вообще получится замечательно. Можно часть майонеза, которая у нас, может быть, останется чуть-чуть, смазать, как бы сказать, края майонезом. А, ну да, там жир, масло, как раз все не пристает. Поэтому, как бы сказать, и самое главное, это быстро и без... Я утром люблю, на самом деле, когда я это делаю, делаю с вечера, утром с чашкой чая или кофе, как бы сказать, завтракаю. Шикарно. А ты разогреваешь это, если ты с вечера делаешь? Нет, нет. Просто холодный, холодный получается такой пирог, да, наверное, сытный пирог. Слушай, отличный рецепт, спасибо тебе огромное. Напоминаю, что мы сегодня в шведском путешествии вместе с нашим шеф-поваром Марком Товом. Если вы хотите продолжать следить за путешествиями шефа, то обязательно подписывайтесь на его инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну и, естественно, если вдруг вы хотите закатить себе шведскую вечеринку, то можно вполне себе пройти на сайт шефа marktov.com и там есть все подробности, ну и, конечно же, форма обратной связи. И, кстати говоря, если вы будете готовить, готовить эту самую запеканку с лососем... Присылайте мне, конечно же, как я сказал, все ваши кулинарные экспириенции. Да, фотографии, видео, может быть, какие-нибудь страхи или, наоборот, вопросы, шеф на все это дело с большим удовольствием отвечает. Да. Да. Ну а в кулинарное путешествие наше мы вернемся совсем скоро. Курманист. Деликатесная лавка. Ну, конечно, какое путешествие без того, чтобы заглянуть в деликатесную лавку? Что нужно вести с собой из шведского путешествия? Марк Тов прямо сейчас нам всем расскажет. А может быть, даже поделится, что он привез в своем чемоданчике из Швеции? Ха-ха. Не расскажешь? Не, расскажем, расскажем. Свенск Ост. Так, это что ты ругаешься? Зачем, Марк? А вот еще одно. Вастер Боттен Сокст. Вот. Зачем такой язык придумали? Это уже прям сложно. Мы поговорим о сырах. Мы все-таки поговорим о шведских сырах, которые являются действительно очень вкусными и такими значимыми. Понятно. Это вот все названия сыров ты прочитал, да? Да, да, да. То есть я долго готовился к нашему эфиру сегодня и старался не сломать... Скорговорки. Ну да, старался не сломать свой язык, как сказать. Ну, в общем, на самом деле у меня мало что, конечно, получается. Ну, ничего, ничего. Послушай, я из каждой поездки, ну, пожалуй, кроме Ирландии, я привожу килограммов в пять какой-нибудь интересной еды, как бы. Потому что из Ирландии ты повез Гиннес, наверное, да, с собой. Исключительно, как бы сказать, да. Кроме картошки там есть было... Да. Ну, в общем, сегодня мы о Швеции. Вот. Поэтому Вастерботтен Сост это сыр, имеющий насыщенный и острый вкус. Вообще, как бы сказать, в Израиле представлено достаточно много шведских сыров, поэтому вы можете, как бы сказать, безусловно, там, ну, более-менее специализированного магазина, как бы сказать, где продаются сыры, можно, как бы сказать, найти достаточно большую линейку, как бы сказать, сыров, которые сделаны в Швеции. А есть что-то, чем они отличаются? Ну, как, например, там, французские сыры с плесенью, а этот шведский сыр, он просто... Их чаще, их очень много, как бы сказать, добавлений трав и специй. Ага. В этом, как бы сказать, это отличие, как бы сказать, шведских сыров, скажем, французских или итальянских, как бы сказать, если итальянские сыры, они более, ну, монотонные, скажем, они очень вкусные, как бы, но у них присутствует какой-то один вкус, да, нотка какая-то вкусовая, то, скажем, шведские сыры, они любят добавлять всякие луг, как там, альпийские... Альпийские луга из рекламы, что-то такое, да, да, ну, что-то такое, да, я так предполагаю, что, может быть, это не совсем там, но, как бы сказать, будет много трав, будет много трав, как бы сказать, и острых вкусов, будут сыры выдержанные, то есть, как правило, это от 12, там, до 36 месяцев, их очень хорошо добавлять, скажем, в фундузко, да, это тоже очень хорошо, потому что они, у них такой вкус очень ярко выраженный, и они хорошо, соответственно, плавятся и тянутся, да, конечно, как бы сказать, мы приближаемся к зиме, ну, как бы сказать, может быть, минус 40, как бы сказать, но тем не менее, да, условное время года, зима, да, а фундю согревает, фундю и какао, да, фундю и какао, поэтому, когда мы будем добавлять шведские сыры, как бы фундю, у нас будет такой очень оригинальный вкус, уже как бы травяной немножко, как бы сказать, там, орегано, скажем, как бы они очень будут, красиво, как бы сказать, да, орегано или же, скажем, какие-то другие, как бы розмарины, тимьян, как бы сказать, тоже очень хорошо. Скажем, я в своем кейтеринге, как бы сказать, использую, Особенно в начале, когда приходят гости Какие-то сырные идеи Которые я, безусловно, привношу в свой кейтеринг Особенно в начале, когда приходят гости А бывало у тебя такое, что пришли и сказали Хотим шведскую вечеринку И это не имеем в виду шведскую семью Не такого рода вечеринку мы хотим Да, дорогие радиослушатели Я обращаюсь к вам Да, с удовольствием устроим Нет, такого еще не было Но идея очень хорошая И надеюсь, что кто-нибудь озвучит это Кроме тебя Не обязательно же шведская вечеринка Можно сказать, хотим себе Кто в Стокгольме известный? Вот, Карлсон Хотим себе вечеринку в стиле малыша Карлсона Нет проблем, легко Ну, я сам главный Карлсон, понятно Ну, понятно, это место занято, извините Да, пропеллер уже, как бы сказать И, соответственно, Карлсон будет почивать своих гостей сырами Да, сырами, как бы сказать Ну и там, слушай, все вот эти вот страны, они северные, так скажем Условно говоря, как бы сказать, безусловно Там есть и лосось, который, как бы Является, безусловно, как бы Креугольным Креугольным продуктом Этих стран И, в общем, мы сможем Сделать такую вечеринку Что, ого-го Ого-го, так все малыши и все Карлсоны Израиля будут точно говорить об этом еще Не один день И даже котлетки из Икеи Вот Фрикадельки Это тоже очень важно Это тоже очень важно Если вдруг вы захотели себе Такую шведскую вечеринку Ну, или какую-нибудь другую То обязательно заходите на сайт шефа marktov.com Там вся информация И даже больше Ну и, конечно же, подписывайтесь на инстаграм Шефа Mark, нижнее подчеркивание Miller, нижнее подчеркивание Кейтеринг Там и все вопросы в директе можно задать Ну и понаблюдать за путешествиями В которые отправляется Марк Ну, а мы нашу с вами деликатесную лавку На сегодня закрываем Кормонист Внутренняя кухня А вот, кстати говоря, дорогой шеф Марк Тоф Раз уж мы с тобой зацепили так шведские вечериночки А часто ли бывает такое, что приходят к тебе клиенты и говорят Дорогой Марк, а мы вот хотим какую-то такую тематическую вечеринку Пираты Карибского моря, не знаю, чебурашка, что-нибудь такое Да, найди меня, я потерялся Это реальная тема вечеринки была такая Найди меня, я потерялся Ты знаешь, мои клиенты вообще очень интересные и разнообразные люди И иногда их фантазия, как бы сказать, ну, заставляет меня Задавать вопросы к этой реальности Ну, в общем, или не задавать вопросы, наоборот Надо аккуратнее быть, мало ли что Ну, по большому счету, да На самом деле, это много интереснее, чем просто Приедь к своим кейтерингу, приготовить какую-то еду, как бы сказать Да Мы занимаемся, как бы сказать, и организацией подобных мероприятий Не только со стороны кейтеринга, но и как бы как и организационное бюро Или как правильно по-русски Ивент-агентство Ивент-агентство, да Так И там итальянская Тоскана, скажем, Тоскана Или же действительно американский какой-то барбекю партия Там, как правило, дети очень любят, ну, девочки барби, как сказать, барби-сити Ну, и сейчас сезон такой, еще тем более, в связи с фильмом, понятное дело Ну, да, естественно, там, мужчины ближе к 50 Крестный отец, да, я угадаю Да, Крестный отец, или там Гэтсби, или что-нибудь в этом роде Ну, конечно, конечно И мы создаем, как бы сказать, из совершенно пустого пространства, как бы сказать, сказочный остров На котором все фантазии воплощаются Безусловно, часть это, то есть это процесс, который длится в течение года Что, подготовка к какому мероприятию? Да, подготовка к мероприятию длится достаточно долго Ну, как минимум полгода, потому что создается все с нуля Потому что ты делаешь посуду специальную, ты делаешь как декорации Как спектакль, понимаешь, ты строишь, ты нанимаешь режиссера Ты нанимаешь, естественно, как бы есть оператор, как, так сказать, режиссер видео, который все это снимает Режиссер, шоу, который, который, как бы ставит Которое будет, да, которое происходит Да, дизайнера, который, как бы, оформляет вот эту всю большую площадку Причем неважно, это будет там 20 человек или 150, как бы сказать, совершенно Слушай, это невероятно А скажи, пожалуйста, это ты сам на себя берешь вот всю вот эту распорядительную часть этим делом? Или у вас есть какой-то директор, который занимается этим? Я, как владелец этого компании, как бы сказать, ну, безусловно, есть очень много людей, которые работают со мной Которые занимаются непосредственно каждым из этих иментов Как бы сказать, и я просто над всем этим смотрю, как бы сказать И даже, может, непосредственно руковожу Ну, как бы проверяю на каждом этапе каждое из действий, которое происходит Потому что в итоге это должно быть вау Когда заказчик приходит, как бы, на площадку Он должен увидеть, как бы сказать, и то, что он представлял своих самых шикарных Или даже не представлял себе И даже не представлял, что так может быть Знаешь, одно из, как бы сказать, одно из мероприятий, которое у нас было Клиентка, после того, как все закончилось Она подошла ко мне и говорит Послушай, я думал, что такое бывает только в фильмах Ух ты! А какое? Ты можешь рассказать секрет? Это было Италия Италия, но, как бы сказать, такая вот, южная Италия Красные скатерти клетчатые Красные скатерти Такие разбитные немножко официанты, которые, как бы сказать, там в кепках Которые, как бы, пели на совершенно замечательном итальянском, как бы сказать Какие-то баллады, как бы сказать Было сказочно Было совершенно сказочно Как бы летали, пиццы летали в воздухе Да ну, прям вот так вот делали? Пиццаёло вы пригласили Пиццаёло, которые там летали в воздухе Сцены из «Крёстного отца», как бы сказать, с ружьями Когда они идут в парк, как бы сказать А там был гриль, огромный гриль с тушей просто, которая крутилась Вау, это прямо целое театрализованное событие Это да, это невероятно красивое И самое главное, как бы сказать, я сам получаю от этого огромное удовольствие Потому что ты создаёшь мир, как бы сказать, на один конкретный ивент А потом ты его, как бы сказать, потом он исчезает И прямо получается успевать получать удовольствие от этого Ты же занят в готовности сильно И тем не менее И тем не менее Ты понимаешь, что видишь, как я нахожусь со стороны зрителя Потому что, как бы, только так ты можешь оценить, окей, насколько это сработало или нет И, естественно, я подсоединён к рации, как бы сказать, и там делаю какие-то направляю и прочее Но в момент мероприятия всё закончено Есть группа сотоварищей, которая управляет всем этим Вот, и я, как бы сказать, получаю удовольствие Круть, вот это да А ты сказал, ещё декорации вы строите Слушай, у меня есть целое бюро, которое занимается, как бы, декорациями Есть дизайнер, который, я считаю, что одна вообще лучшая, как бы Ну, уж не только в Израиле, как бы вообще в мире Потому что я беру на работу только лучших А была какая-то такая декорация, которую вы построили, такие, ну, нифига себе мы троянского коня зафигачили А ты думаешь, что такого не было? Я поэтому и спрашиваю, хочу услышать какой-нибудь такой Мы там вообще, мы в ковчег Моя знакомая, так сказать, она именно специализируется в постройке больших, огромных декораций Она сделала троянского коня из машинных колёс Да ну, вот прям серьёзно сделала И я-то просто пошутил про троянского коня А вот там-то и дело, как бы сказать У нас была греческая вечеринка, не знаю И при этом, как бы сказать, ну, это было, не знаю, 5-6 метров Вау! Да, то есть собирали всё это, как бы сказать, в течение, там, 4 месяцев Нужно было отвезти это на площадку из её студии То есть, ну, это завод, по большому счёту, как бы сказать, да По производству впечатлений Вот, всё это, естественно, было, там, на колёсах Это в какой-то момент у этого есть всего, там, не знаю, там, 10 минут, да То есть его ввозят, это должно было, как бы сказать, из него, естественно, фейерверги там и прочее И, ну, это называется эффект Вау Да, вот по-другому, конечно, не назвать Действительно, эффект Вау Если вы хотите посмотреть, что за мероприятие вообще устраивает шеф Марк Тов То, естественно, вам прямая дорога на сайт marktov.com Ну и, понятное дело, в Инстаграме шеф тоже всё есть Марк, нижнее подчёркивание, Миллер, нижнее подчёркивание, Кейтеринг И, в целом, только наша фантазия является, является препятствием, не знаю, как это ещё, как это, границей возможного, которую мы сами себе обрисовываем Спасибо тебе большое, шеф, за такую внутреннюю кухню Но эту мы рубрику на сегодня закрываем и скоро вернёмся в наше кулинарное путешествие Урманист Винная карта Ну-ка, ну-ка, интересно, конечно, не знаю ничего про шведское виноделие Марк, расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня пить в нашем путешествии Я снова постараюсь это произнести, а ты меня поправишь, если что, ты же большой специалист Ну, я знаток шведского языка, известный, да Линганвин Линганвин Прекрасно Это даже, так сказать, да, но есть ещё и, правда, и фруктенвин Да, ну, тут понятно хотя бы, фруктенвин — это что-то из фруктов, а линганвин — это что? Ну, это как бы говорить о вине, о винной традиции в Швеции — это как бы, ну, нетривиально Поэтому, так сказать, мы сосредоточимся на брусничном и фруктово-ягодных винах на стойках Брусничное вино прямо? Прямо вино? Вау! Да, ты понимаешь, как бы сказать, вино из брусники, которое производится в изобилии в Швеции Так написано, да? Прямо коммерческое такое использование Да, 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 брусники, благо, как бы, достаточно Ну, слушай, да, ты знаешь, я когда услышал, я сразу вспомнил нашу с тобой страну исхода Да, да, дачная черноплодка и вино, которое в бутылках стоит Да, стояло же, так сказать, там 25-30 литров с перчаткой Как поднялось, привет, как бы сказать, значит, все готово И я, на самом деле, конечно же, это больше десертные вина Там большое количество сахара, как бы сказать, и достаточно большое количество алкоголя Но при этом, как бы, если оно выдержано и сбалансировано То это очень хороший, как бы, дежестив, как бы сказать, после такого хорошей трапезы О, классно Я люблю, как бы сказать, у себя дома, как бы сказать, делать подобные дежестивы То есть держать у себя подобные дежестивы Вот я сегодня только проверил, как бы сказать, полком просто начало ломиться, как бы, от количества алкоголя И потому что мы его очень много пьем, как бы А наоборот, если бы много пили, не копилось бы Да, все-таки какая-то коллекция, коллекция Вот, постоянно привозишь со всего мира, как бы, какие-то интересные бутылки Иногда, ну, как бы сказать, этого хватает всего на пару дней, как бы, после того, как друзья пришли То есть после приезда Ну, в общем, как бы сказать, брусничные вина Или же фруктовые, опять-таки Там, яба, крыжовник, смородина, черника и прочее Это все, как бы сказать, это все очень популярно в Швеции И я их пил, и мне это нравилось Да Слушай, когда меня просят мои клиенты, как бы сказать, что-нибудь оригинальное То есть, безусловно, я стараюсь, как бы сказать, удовлетворить их заказы В Израиле тоже продается, как бы, нет проблем, там, в винных магазинах Подобные, как бы, настойки Ну, в Израиле, как бы сказать, странно относятся к подобным Потому что нету культуры подобной Да и брусники-то, в общем-то, тут Да, и брусники, и смородины, как бы сказать, крыжовника в основном нету Но в специализированных магазинах, как бы, можно купить И я иногда, знаешь, такой от шефа, что называется, там, в конце к десерту Еще, так сказать, там, разношу своим гостям чейсеры Небольшие такие бокальчики с каким-нибудь фруктовым вином или же настойками Вот, вот это интересно Это очень нестандартная, я бы сказал, винная карта Но спасибо тебе, шеф, за нее Ну, а время нашей программы, к сожалению, к великому, подходит уже к концу А еще хотелось бы столько всего рассказать Да, про шведство тем более, про фрикадельки и про всю мебель, на которой мы это могли бы есть, естественно Но, тем не менее, если вдруг вы только что подключились к лучшему радио и программе «Гурманист», то не переживайте Все эти выпуски можно найти на сайте radio1064.co.l во вкладке «Подкасты», программа «Гурманист» И там же можно найти все рецепты, которые прикреплены к выпускам Сегодня мы с тобой, шеф, готовили запеканку Запеканку замечательно с лососем и прочими ингредиентами Да, ели сыры швейцарские Швейцарские, конечно же Шведские сыры Также запивали десертными фруктовыми ягодными винами И получали массу удовольствия от невероятных мероприятий, которые мы устраиваем Да, именно так, как и каждую неделю здесь по пятницам программе «Гурманист» с часу до двух Огромное спасибо тебе, шеф, что зашел Спасибо тебе за поддержку До встречи в пятницу Пока-пока Соленое Острое Холодное Горячее Сладкое Гурманист Шеф Марк Тов